Велештелвилд, сакральные места и священные артефакты. В Древнем Египте, часть 8. В Древнем Египте существовало множество священных мест, включая пещеры, которые считались особыми местами встречи с богами. В таких пещерах проводились религиозные обряды, жертвоприношения и молитвы. Некоторые из этих пещер были украшены рельефами и изображениями богов и фараонов. В последующих фантезийных мирах также существуют священные пещеры, которые обладают магическими свойствами и могут быть использованы для различных целей. Например, в таких пещерах могут храниться священные реликвии или магические артефакты, а также проводиться ритуалы, которые позволяют общаться с духами и богами. Пещеры в фантезийных мирах могут быть как естественного происхождения, так и созданными волшебниками или богами. Их вход может быть скрытым или защищенным магическим барьером, который позволяет попасть внутрь только избранным или подходящим по критериям. Некоторые из пещер могут быть заполнены опасными ловушками и существами, которые охраняют священное место от нежелательных посетителей. В древнеегипетской мифологии есть несколько упоминаний о существах, которые можно трактовать как инопланетные или инопородные. Однако, следует отметить, что эти упоминания больше связаны с мифологией и религией, чем с реальными встречами с неизвестными существами. Одним из таких существ являются Нитеру, небесные боги, которые населяли сакральные места, такие как горы, облака, звезды и Т, Д, они изображались в виде животных или людей с головами животных, и считались божественными существами, которые контролировали различные аспекты мира. Вам эти Нитеру не напоминают еще одних звездных людей, библейских нефелемов? Еще одним примером мифических существ, населяющих сакральные места, являют Центю, существа, описываемые как боги-змеи, которые жили в глубинах Земли. Они представлялись как могущественные и опасные существа, которые могут наносить удары и убивать человека. А древнеегипетские антю перекликаются с ногами Индостана, да и всей Евразии. Также в древнеегипетской мифологии есть упоминания о существах, которые можно трактовать как инопланетные, например, Хефрин, бог, который спустился на Землю из небесного корабля и принес людям знания и технологии. В последующем неоднажды возникала версия, что Хефрин – это священное числительное, определяющее инопланетный экспедиционный корпус числом от 7 до 13 участников первого инопланетного десанта на планету Земля. Однако, не существует никаких доказательств того, что древние египтяне действительно встречались с инопланетными существами или имели контакт с ними. Вероятнее всего, эти мифы и легенды были созданы для объяснения необъяснимых явлений, а также для укрепления религиозных верований и культурных традиций. В общем, священные пещеры в фантазийных мирах являются интересным элементом фольклора и могут быть использованы для создания различных сюжетных линий приключений. В Египте существовало множество священных предметов, которые имели особое значение для религиозной жизни народа. Некоторые из наиболее известных предметов включают саркофаги, каменные ящики, в которых хранились мумии правителей и других знатных людей, ушапти, маленькие фигурки, которые помещались вместе с мумиями и предназначались для служения покойникам в загробной жизни. Анубисовы весы, используемые для взвешивания сердца покойника во время суда перед Богом Азирисом. Амулеты, магические предметы, которые носили на шее или на ручьих для защиты от злых духов. Скипетры, символы власти, которые носили фараоны и высшие священники. Обереги, магические предметы, которые носили на себе для защиты от болезни и несчастных случаев. В Древнем Египте было много духов и божеств, которые считались злыми или негативными. Вот несколько из них. Апоп, змееподобный демон, который жил в реке Нил. Считалось, что он причиняет наводнения и разрушения, и его изображали как огромную змею. Сет, бог, который часто ассоциировался с хаосом и насилием. Считалось, что он убил своего брата Осириса и пытался покорить мир. Аммут, дух, который ждал тех, кто не прошел испытания на весах сердца после смерти. Если сердце было тяжелым, Аммут съедал его, а душа не могла продолжить свой путь в загробный мир. Менхерет, злой дух, который, считалось, мог залезать в тело людей и вызывать болезни, бедствия и смерть. Для борьбы с злыми духами в Древнем Египте использовались различные методы. На физическом уровне это могли быть амулеты и талисманы, которые считались способными защитить от зла. Например, амулеты в форме скоробеев или змей использовались для защиты от змееподобных демонов, а амулеты в виде глаза Харуса использовались для защиты от любых злых духов. Также для защиты от злых духов использовались различные магические практики, такие как молитвы, заклинания и ритуалы. Например, жрецы могли проводить церемонии, во время которых они использовали святую воду и кадили, чтобы изгнать злых духов из дома или человека. Таким образом, существовало много способов борьбы со злыми духами в Древнем Египте, и многие из них сохранились до наших дней в виде артефактов и практик. Некоторые из священных предметов были опознаны и изучены по своим функциональным свойствам, но не все. Есть много загадок, связанных с тем, как именно использовались некоторые из этих предметов. Например, существует множество гипотез относительно того, как использовались ушапти или какие функции выполняли некоторые из амулетов. Кроме того, есть вероятность, что существовали священные предметы, которые не сохранились до наших дней или которые были утеряны и не могут быть опознаны. Существуют различные гипотезы относительно того, как использовались священные предметы Древнего Египта и о том, связаны ли они с технологиями земных цивилизаций. Однако не существует достаточно убедительных доказательств того, что сакральные предметы Древнего Египта могли оперировать технологиями, существовавшими на Земле в то время. Священные предметы в Древнем Египте были использованы в религиозных обрядах и были связаны с магией и мистикой. Они могли иметь символический или религиозный смысл, а также использоваться для достижения определенных эффектов в духовной или магической практике. Некоторые предметы, такие как оберги или амулеты, были связаны с идеей защиты от злых сил и несчастных случаев. В то время как существуют теории, согласно которым священные предметы Древнего Египта могли использоваться для передачи энергии или мощности, связанных с технологиями, не существует доказательств того, что они действительно использовались в таком контексте. Более того, ученые не обнаружили никаких материальных следов, которые могли бы указывать на такое использование. В общем, хотя сакральные предметы Древнего Египта являются интересным объектом исследования, нет убедительных доказательств того, что они могли оперировать технологиями земных цивилизаций. Размягченные диски из мягкого гранита и лампы дендеры являются древнеегипетскими артефактами, связанными с технологией, которую современные исследователи не могут объяснить. Оба объекта вызывают вопросы о том, как они были созданы и как они использовались в древности. Размягченные диски из мягкого гранита – это гладкие круглые объекты, которые, казалось, были размягчены, что позволило им легко изменять форму и структуру. Современные исследователи не могут объяснить, как такое было достигнуто в древности без применения высоких технологий. Некоторые теории предполагают, что эти диски могли использоваться для создания сложных форм и рельефов на стенах и статуях. Лампы дендеры – это древние египетские глиняные лампы, которые имеют необычные свойства. Некоторые эксперты предполагают, что они использовались для создания света, но они могут также производить электричество и иметь медицинское применение. Интересно, что лампы дендеры работают без видимого источника питания и могут гореть в течение многих часов. Объединяет между собой эти два древнеегипетских артефакта то, что они вызывают вопросы о том, как они были созданы и как они использовались в древности. Они также являются примерами технологических достижений, которые выглядят невероятными для своего времени. Эти артефакты продолжают вызывать интерес исследователей и стимулировать научные исследования в области археологии и технологии. Древнеегипетская магия и магические практики оказали значительное влияние на магию и эзотерические традиции, которые появились в средневековой Европе и вплоть до современности. Одним из наиболее известных магических артефактов, который связан с древнеегипетской магией и был продолжен в средневековой Европе, является амулет Скоробея. Амулет Скоробея представляет собой изображение жука с перепончатыми крыльями, который был священным символом в Древнем Египте. Скоробей символизировал возрождение и воскрешение, а также использовался для защиты от злых духов и порчи. В средневековой Европе амулет Скоробея стал символом бессмертия и защиты, и он использовался в магических практиках и ритуалах. Одной из наиболее известных практик, которые связаны с древнеегипетской магией и были продолжены в средневековой Европе, является астрология. В Древнем Египте астрология использовалась для предсказания будущего и решения проблем, а также для изучения и влияния на планетарные силы. В средневековой Европе астрология стала широко распространенной и использовалась как для магических целей, так и для научных исследований. В XX веке некоторые элементы древнеегипетской магии были использованы нацистскими идеологами в Германии. Например, они использовали символику свастики, которая имеет свои корни в древнеегипетской мифологии. Однако следует отметить, что использование древнеегипетской магии и символики нацистами не имело никакого реального связи с древним Египтом или его магическими традициями.